Постоянно, постоянно, периодически муссируются, в том числе и нашим СМИ, какие-то слухи, информации о том, что рано или поздно, ну, Радий Фаридович уже себя сам в республике не видит и мнит куда-то на какую-нибудь федеральную должность. Каким-нибудь военным полугубернатором, да? Или полувоенным губернатором, не знаю. Конечно, сейчас ситуация, но в зоне СВО говоришь, что территории-то меньше будет, конечно. Но вопрос в другом. Ну, все-таки они понимают, или он сам понимает, осознает, что в любой момент может прийти приказ, и он уйдет. Или он все-таки себя ждет здесь. Он же нам сказал, мы люди такие, нам прикажут, мы шинель оденем и пойдем. Смотря куда. Смотря какую шинель, да? То есть, ну, перспективы Хабирова туманны. Это безусловно. И сам он это прекрасно понимает. То есть, у него нет то серьезной опоры в Кремле. Такой стабильный, постоянный, какой, например, был для него Сурков в свое время. У него есть нестабильные отношения с политическим руководством. Имеется в виду управление внутренней политикой и администрацией президента. У него есть достаточно конфликтные отношения, которые так вот сложились конфликтами, с рядом федеральных министров, с которыми он испортил отношения уже будучи губернатором. Ну, там, не вступив в отношения, или не сложив отношения, или не исполнив обязательств. То есть, у него есть ряд конфликтов. Потому он вообще, конечно, в нестабильной ситуации. Учитывая национальный колорит, назначать Хабирова, например, губернатором Красноярска вряд ли возможно. То есть, он не универсальный солдат, его невозможно перемещать из региона в регион. То есть, ну, произвольно, по крайней мере. Сделать его губернатором Татарстана была бы, конечно, гениальная идея. Но тоже почему-то мне не представляется возможным. Возможности у него мало. Уйти на федеральный уровень, там, в ранге, например, замминистра какого-нибудь или еще что-нибудь. Наверное, он спит и видит. Но в серьезных министерствах, на мой взгляд, все-таки рационально и трезво оценивает. Ну, в компетенции. Да, его способности. И, скорее всего, они вежливо устранятся от такой опции. Сделать его замминистра культуры Российской Федерации тоже было бы прикольно вообще. Можно или в какое-нибудь там министерство по делам Дальнего Востока. Что-нибудь такое, ближе к Рыбе, к этому всему. То есть, там, где ничего не надо делать, по сути, вот что-нибудь такое. Потому вот у него выбор небольшой. Конечно же, он хочет. Наверняка. Потому что быть губернатором – это тяжкий труд. Это неблагодарное занятие. Это, как обычно, работа не только на износ, но и на полное истирание до почти нуля. Любой губернатор мечтает уйти после первого срока, но на хорошую федеральную должность. Те, кто остаются и цепляются за власть, это либо смертники, либо какие-то политические гиганты, которых у нас все меньше и меньше остается. То есть, вот, Мениханов там так или иначе сидит и будет сидеть какое-то время еще. То есть, у него опасений, например, за собственный размер физический у него нет. А Хабиров с каждым днем становится все меньше. То есть, он физически становится все меньше, как политическая величина. И, соответственно, у него есть, ну, вот эти вот риски совсем стать никем, а потом быть, чтобы ветром сдуло, вот этой ветром политики, таким легким дуновением тирка, и потом кто-то другой приходит. Так что, да, и тут ему не позавидуешь. И видно, что есть какие-то движения. Ну, правда, его там обрубили с этим вот Донбассом. Очень уж и рвался. И вот прямо хотел, и претендовал, и вот, и прочее, прочее. Но тут вы, Рамиль, правы. Тут, как говорится, палка в двух концах. Можно стать полугубернатором. То есть, и так далее. Да, или губернатором в изгнании, например. Вот. Как и нынче вот этот, как его там Салье. С Салье, или как его там... С Тремоусов. Нет, Стремоусов-то он уже вчера на тот свет отбыл. А я имею в виду губернатора вот этого, исполняющего обязанности. Сальве, Сальве. Сальве, да. Вот. Так что, да, будущее ради Фаритовича туманно. Исключительно туманно. Тут ведь и западные активы перекрыты. Ну, коль скоро они были или не были, там, злобный Мурзагулов рассказывает басни про какие-то винные заводы. То есть, как бы, все это тоже обнулилось. Там, и к детям не поедешь. Ну, ты родина, значит, какая-то стала неулыбчивая. Ну, тяжелая ситуация, конечно, у ради Фаритовича. Из-за границы запретили ездить. Причем, так строго сказали, перестань терять, Фаритович. Там, это, как говорится, в Иран ездить, а то неправильно поймут. В общем, вот, да, трудная ситуация у ради Фаритовича. Ну, наверное, завершим сегодняшнюю нашу встречу по желанию все-таки здоровья и сил. Конечно, нашему главе республики. Так или иначе, он наш глава. И все-таки мы надеемся, что он будет на благо нашей республики пока работать. Конечно, да. Он же вообще так-то на вид-то не злой человек. Просто, ну, может, велосипеда нет у него. Или, ну, друзья какие-то. Плохо компанию, может, попал. Так, в принципе-то он такой не злой человек.